Субтитры сделал DimaTorzok 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 Украинская мова в основном для чиновников, на гражданских это не влияет. У нас как бы национальная страна, как бы так. Ну я в курсе, я в курсе, я ж бываю в Харькове. А то, что в школе должно быть, я считаю, школа это украинский, там должен быть украинский язык. Ну и в школе государственный язык должен быть как предмет, а язык обучения иных дисциплин должен определяться конвенитурой лингвары. Нет, государственный язык всегда должен быть. Государственный. Ну в России какой язык есть? Сейчас, секунду. Государственный русский. Сейчас, момент. Слышно меня, нет? Да, да, да. Сейчас у меня это самое, HDMI сорвалось. В России более 20 государственных языков, включая региональные языки. Более, назовите хотя бы один. Более 20. Китайский, чеченский. По всей территории действует русский язык. Ну вот, я же вам, я вам о чем говорю, по всей Украине действуют украинские языки. А я же, нет, ну да, ну так, а регионы могут, по идее в России регионы могут вводить свой региональный язык. Если бы так было в Украине, то в полном объеме... У нас как бы в Украине есть, преподают английский, немецкий, китайский, японский... А про чем преподают? Дело же не преподают. Дело в том, что... А в чем? В России местная законодательная власть может ввести местный язык в том объеме, в котором она захочет. Допустим, захочет, чтобы метро было там на татарском, она может сделать на татарском, может сделать двуязычие, может не делать на татарском. Но это же лишнее государство, они там что хотят, то и пусть делают. Это решает местная власть региональная. Если бы в Украине так было... А у нас, в Украине решают... Украинцы, я попробую. Вот в том то и дело то, что у вас власть решает. Власть и считается у вас людьми в России. А у Украины, и у нас считается людьми. У нас просто народ решает, как мы хотим быть. У меня Россия под ветвиной. А чем мы хотим? Как мне это говорить не у нас? Я из Канаты. У меня Россия под ветвиной. Я просто говорю, если бы в Украине тоже решала эта местная власть, то тоже проблем не было. Если бы вышел ГЕПО и сказал, ребята, я очень сожалею, но завтра что-то дня МОВА. Но это должен сказать ГЕПО, а не какой-нибудь потный киевский чиновник. Вот если ГЕПО скажет, как мэр... ГЕПО это не никто. ГЕПО там или свекличный, или боксный, или допа. Он просто сидит, свое бабло зарабатывает и город отстраивает. Все. Это что он может? Ну, избирает по тому, как... Почему? Я же поправлю вас. Потому что он отстраивает город. Хоть он и деньги зарабатывает хорошие, но он делает город в России. Я знаю, я в курсе. И в том числе... Порядок постоянных... В том числе, он относительно препятствует наступлению МОВЫ. Харьков не так засран МОВЫ, как тот же Запорожье или Днепр. Который тоже, в принципе, русскоязычный. То есть, в Харькове... Не знаю, по Харькову сколько я... Ну, езжу в Ассо-Мепро студентов. В основном все по-украински общаются. В основном. Ну, студенты, конечно, если они приезжие из Субской, из Полтавской области... Студенты? Нет. Не обязательно. Ну, с Харьковской области. Ну, с области тоже есть украинские. Со всех областей. В основном уезжают в украинские общения. Ну, если с ним разговариваешь по-русски, он будет с тобой по-русски общаться. Ну, 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 это... Я думаю, что можно не без... Так, к сожалению, МОВА немножко наступает в Харькове, да. Так сказать. Развивается. Ну, что поделаешь? Селья Винь... Ну, я считаю правильно, но Украина есть Украина. Украина не должна быть. Украина сказать. Ну, я-я-я. Вот есть... Я считаю, что Харьков должен брать пример... Слышал такой город из Монреаль? Ну, и в чем там примерно? Ну, Монреаль это город во французской провинции. Он окружен со всех сторон. Ну, с английским провинциям со всех сторон окружен. Но там вот весь город, там английского слова не видишь, кроме как в аэропорту и на вокзале. Это дурной тон, допустим, вывеску делать на английском языке в городе. Хотя люди говорят... Нет, у нас есть вывески английские, ну, и немецкие есть вывески. Потому как у нас очень много... Нет, так я вам пример тоже, ну, это же пример отвечаю. К нам очень много студентов приезжают. С разных, ну, стран и учатся. Особенно медики. Медиков очень много. Ну, я в курсе, я в курсе. Я в курсе. Я бываю, я же говорил, я бываю... Никого это не напрягаю, но я не знаю. Ну, я просто привел пример. Как нужно бороться с основным языком державы, если язык с города иной. Вот пример в Монреале. У нас в школе, я вам чуть тоже поправил, у нас нет такого, что там именно тебя захотели, заставили украинские. Если ты не хочешь, я не буду никто заставлять. Нет, почему? И даже... У нас нет такого. Это даже при СССР заставляли... Ну, не всех, а вот как предмет было... Ну, это было СССР. А сейчас нет СССР этого. Нет, у нас такого нет. Если не хочет, он не будет учить украинский. Украинский. Ну, ему сейчас... Ну, не трогайте. Ты заставил в 21 веке человека ломать свой язык, но это не реально. Ну, да. Вот как в Советском Союзе заставляли левшу писать правшое. А он с рождения рожден левшой был. Это вообще... Это во всех странах так было? Только западные страны это изменили? Нет, не во всех. Ну, это во всех не было такое. У нас такого нет. Ну, я же тебе объясняю. В Западных странах это изменили в 50-х, а в Советском Союзе в конце 80-х. Вот вся разница. Попозже просто. В 90-х тоже самое было. Нет, в 89-м уже нормально относились к левшам. С 89-го где-то. Но все равно в школах это ущемляло очень сильно. Ну, я же это помню. Я же в 90-е учился еще в школе. Понятно. Ну, хорошо. Есть еще вопросы ко мне? Ну, я так зашел просто в Гремль, пока скачка идет у меня. Ну, окей. Всех благ тогда. Верно зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгать да плетьми. Ну, ты мне улица родная. И мне погода дорога.